Сочинение Евгения Боротынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Боротынский. Поэма «Наложница». Глава пятая. Едва веселыми лучами День новый окна озлотил, Елецкой скорыми шагами Уже по комнате ходил. Порой в забвении глубоком, Остановясь, прилежным оком Во что-то всматривался он, Во взорах счастье выражалось, Перед душой его, казалось, Летал веселый светлый сон. Через мгновенье пробужденный Он тем же чувством озаренный Свою прогулку продолжал И скоро снова прерывал. В покое том же, занимая диван, Цыганка молодая Сидела бледное лицом. Усталость выражали очи, Казалось, в продолженье ночи Их Сара не смыкала сном. Она порывисто чесала Густые черные волосы, И их на темные красы Ногих плечей своих метала. Она склонялась головой, Но на Елецкого порой Взор из-под лобья подымала. Какою злобой он дышал! Другой мечты душою полон Подруги он не замечал. К ней напоследок подошел он. — Что это смотришь ты, совой? — сказал он. — Сара, что с тобой? Домолви слово! — Ах, мой Боже! Ты ждешь ответа моего? Вот он! Я знаю, отчего ты так доволен! — Отчего же? — Меня ты думал обмануть, Когда вчера, кривя душою, Ты мне заботою такую Скорей советовал заснуть. Устала, Сара, дремлешь, Сара, Ляг, Сара, спать, и я легла. Да уж нарочно не спала. Давно угрозит мне эта кара, Давно я брошена тобой. Ты сутки целые порой Двух слов со мной не произносишь. Любимых песен петь не просишь. Да и по ком твоя душа Уж так смертельно заболела. Ее вчера я разглядела. Совсем, совсем нехороша. — Так вот, в чем дело. Сара знает, Какая ждет ее судьба, За то, что служит, угождает, Тебе по воле, как раба, Со знатной барышней своею Ты обвенчаешься, а с нею простишься, И ее на двор метлою выметут, как ссор. Ты совершенно с ума сбродишь, Какие странные мечты, По пустякам горюешь ты И на меня тоску наводишь. — А кто, — бывало, — говори, — Ко мне ласкаясь то и дело. Тебя я, Сара, полюбил, Жить одному мне надоело. Будь мне подругою, Со мной живи под кровлею одной. Я нравом весел, Живо, шумно, В пирах и песнях завсегда Мы будем проводить и года. Я согласилась и безумно. Что ж, вышло? — Из моих речей Тобой забыта половина. Я говорил, Твоя судьбина Не будет скована с моей. Покуда Люба жить со мною, Живи, наскучила, Прощай, былую радость поминай. С твоей свободой той порою Я выговаривал мою, Но я тебя не узнаю. И сердце будущим тревожа, Ты на цыганку не похожа. Ваш род беспечен. — Проклят он, Он человечества лишен. Нам чужды все края мирские, Мы на обиды рождены. Забавить прихоти чужие Для пропитания мы должны. Я о себе молчу, Цыганка, вам не подруга, А служанка. Она пляши и распивай, А сердцу воли не давай. Оставь пустые опасения, Не разлучимся мы с тобой. Хотя другого поколения, Родня я вашему судьбой, И я, как вы, Отвержен светом, И мне враждебен сердце глаз. Не распадется, Верь мне в этом, Цепь, сопрягающая нас. Когда с цыганкой молодою Судьба Елецкого свела, Своей разбульную душою Она мила ему была. Я горе знать не буду с нею, Каких тяжелых черных дум Мне иногда гнетущих ум Свободной резвостью своею Не удалит она сейчас. Кому при блеске этих глаз Приснятся мрачные печали? Так думал он. Но дни мелькали. К ее душе, своей душой, На продолжительное время Не мог пристать Елецкой мой. Ему потом уж стали в бремя Затеи девы удалой. Не принимая в них участия, Уж он желал другого счастья, Души, с которой мог бы он Делиться всей своей душою. Надеждой темный увлечен, Он царе пробовал порою Передавать свои мечты, Но образованного чувства Язык для дикой красоты Был полон странной темноты. Она, не ведая искусства, Под речи друга своего Без всякой совести зевала, Иль в скором времени Его сторонней шуткой прерывала, Но смутно трогалась, И ей, невразумительных речей, Цыганка голос понимала. Подруге ветреной своей Он ежедневно был милей, Но к ней хладел По той же мере. Когда любовью, вспыхнув к вере, Он нравом стал еще мрачней, Она развлечь его хотела. Она родные песни пела, Она по стульям, по столам, С живыми кликами скакала, Она при нем по пустякам Как можно громче хохотала, Но завсегда ее смущал В то время взор его брюзгливый. Пред ним порыв ее игривый В одно мгновенье упадал, Она сердилась и роптала, И грусть давила сердце ей, И бесполезно призывала Она свободу прежних дней. Глава шестая Едва забывшись, пробудился От грезы счастья наш герой, Но от того своей душой Для веры он не изменился, И Волховскому отдал он Ему обещанный поклон. Однако вряд бы согласился К себе принять его сосед, Когда б случайно В самый след других гостей Он не явился. Елецкой строгим стариком Был встречен вовсе неприветно. Он показал ему заметно, Что поневоле с ним знаком. Елецкой в доме Волховского Уже ногою б не был снова, Когда б в нетерпеливый миг С владычицей своих мечтаний В нем независимых свиданий Он своенравно не постиг. Открыто жил сосед почтенный, И балы частые давал, Меж тем годами удрученный, Участия в них не принимал, И сам в палате отдаленной За мирным вистом заседал. Все это, ведая подробно, Елецкой наш весьма удобно Мог всякий раз являться в дом Совсем невидим стариком. Как часто в середине бала, Когда уж музыка играла Иль попури, иль котельон, И Вера со своим танцором Наскуча пошлым разговором Погружена в сторонний сон, Глазами и молча провожала Среди блистательного зала Пред нею вьющиеся читы, Елецкой речью своею, Нежданно слышимой за нею, Вдруг прерывал ее мечты. Довольно холодно сначала с ним В разговор она вступала, Но оживлялась а потом. И ободрен ее вниманием, Он был заманчивым свиданием К свиданию новому влеком. Однажды он за стулом веры Средь вихребального сидел. В своих речах уж не умел Он соблюдать холодной меры. Она исчезнула. Лишь он над пылким сердцем Всякой власти Уж говорил открыто он С ней языком Открытой страсти, Кончая «Дайте мне ответ!» Он молвил «Многое во вред Мне городская злоба трубит!» Сжился я со враждой молвы, Но вы! Что думаете вы О том, который вас так любит? Что все другие, даже мне, Еще известнее, как право, А вас рассеянная слава? Как должно верить я их вполне? Вам всех известней, Вы всех строже, Но почему же, отчего же? Когда глаза мои у вас Меня в обман не приводили, Словами вашими сейчас Двух, не одну вы оскорбили. Я вашей искренности рад. Уже в судьбе моей сто крат Я с вами жаждал объяснения. Примите исповедь мою. Весьма во многом Нет сомнения. Останусь я без извинения, Но ничего не утаю. Елецкий в тягостную повесть Минувших дней своих вступил. Свою запутанную совесть Он перед верой обнажил. Поверил ей без украшения Свои былые заблуждения, К которым, впрочем, был влеком Он меньше сердцем, чем умом. С ее случайною знакомкой, Своей усмуглой однодомкой, Своё сближенье передал, Как сам его он понимал. Одним внушением унылым, Души, томимой пустотой, Союзом, столько же постылым, Теперь ему, как ей самой. К ней обратиться, Он прибавил, Безумный миг меня заставил, Ошибся я в себе и в ней. Нет, нет, я не был с нею дружен, Я для души ее не нужен, Нужна другая для моей. И тихо речь его журчала, За верой, ей одной, слышна. Но что, вникала ли она В слова его? Она молчала, была чуть-чуть обращена, К нему щека ее одна. Но это легкое движение Заметить было мудрено. Злословье самое, Оно не привело бы в искушенье. Ей изменяло лишь одно. Внимание к балу притупело, И краснощекий офицер, Тогдашний верен кавалер, Ее в то время, то и дело, К порядку танца побуждал, И ей фигуры толковал. Природа веру сотворила С живою, нежною душой. Она ей чувствовать судила С опасной в жизни полнотой, Недавно дева молодая, Красою свежею блистая, Вступила в вихрь городской. Она еще не рассудила, Не поняла души своей, Но темною мечтою в ней Она уже проговорила. Странная ей суетность была, Она плениться не могла Ее несвязанную судьбиной. Хотела б сердце у нее Себе избрать кумир единый И тем осмыслить бытие. Тут романтические встречи С героем повести моей, Его задумчивые речи Тревожить стали душу ей. Одно, быть может, впечатление Ей берегло воображенье. Его рассеял он, С какой благополучной душой С тех пор она ему внимала, С какую сладостью о нем В невольном забытии своем Уединенная мечтала, Как новой жизнью дыша Легко ей было, Как блистала, Как ликовала в ней душа. Девица юная не знала, Живого счастья полна, Что так доверчива она Одной отравой в нем дышала, Что сей приветный ветерок Ее ласкающий так нежно Грозы погибельный пророк, Что вдруг дохнет она мятежно, И мир в глазах ее затмит, И все красы его разрушит, И все цветы его и сушит, И жизни путь опустошит. Конец шестой главы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok